Закат Европы, Освальд Шпенглер, Дина Гусейнова. Интересно, люблю, люблю, короче, Закат Европы, Освальда Шпенглера, интересная работа, поэтому мы хотим узнать. Но в ускорении. Небольшое. Освальд Шпенглер своей книгой «Закат Европы» повлиял на мысли, пожалуй, тысячи, может быть, даже миллионов людей, своих читателей. Эту книгу опубликовали в 1918 году, сразу после Первой мировой войны, и, может быть, именно война послужила таким толчком для популярности идеи Шпенглера, потому что она сразу оказалась такой пророческой. Но я бы хотела рассмотреть явление Шпенглера с такой немножко философской точки зрения. То есть не только рассмотреть, в чем, собственно, состояла его идея, в чем замысел идеи того, что Европе грозит упадок. Но еще бы рассмотреть вопрос о том, как на примере Шпенглера можно подумать о том, насколько автор какой-то определенной идеи вообще способен контролировать, как воспринимается эта идея. Мне кажется, для историков идеи именно это составляет интерес к явлению Шпенглера. Шпенглер как такой казус в истории. Но начнем немножко с биографического описания, как он вообще пришел к этой идее, что это такое. Потом я хочу рассказать немножко о читателях Шпенглера и как разные люди воспринимали эту идею. Вообще у Шпенглера интересная биография. Он был историком математики, естественных наук, литературы и преподавал эти предметы в школе. Родился в 1880 году и долгое время вообще не искал такой особенно публичной жизни или научной карьеры. Преподавал в школе и довольствовался, в общем, этой деятельностью. И потом вдруг он почувствовал такое призвание соединить вот эти свои знания в области математики, экономики и истории и развить вот такую универсальную концепцию мировой истории. И делал он это примерно начиная вот с десятых годов, то есть он еще до Первой мировой войны начал разрабатывать эту концепцию. И только потом в ходе войны он сам стал перекликаться с событиями и как-то отвечать на них тоже. В чем составила его главная идея? В общем, идеи на самом деле там две. Это огромная книга, двухтомник, которая в каком-то смысле продолжает немецкую традицию универсальной истории. Но нового там два элемента. Во-первых, в этой книге он пытается показать, что европейская цивилизация является лишь одной из многих цивилизаций мира. И что не только она является одной из многих, но у нее также вообще нет превосходства, нет никакого... У Данилевского были такие идеи до этого, ну да ладно. ...интеллектуального превосходства как такового европейской цивилизации над другими цивилизациями. В том числе, например, арабской культурой, культурой Китая, Индии и других стран. То есть как интеллектуальный такой анализ европейской культуры, это книга, которая ставит европейцев на место. Во-вторых, чисто концептуально он делает различия между культурой и цивилизацией тоже по-новому. То есть в немецкой традиции было принято считать, что культура это такое глубокое наследие, особенно это причастно немецкой культуре, что это такая совокупность элементов стиля и идей, которые имеют какие-то глубинные основы и которые являются таким достижением, на основе которого можно сказать, что одна нация, допустим, имеет превосходство на другой. В конкретном случае в Германии глубина культуры превышала, в глазах особенно консерваторов, превышала немецкую цивилизацию, стоимость немецкой цивилизации и культуры по сравнению с Францией. И для того, чтобы развить вот эту идею, того превосходства немецкой культуры, делалось различие даже на уровне языка. То есть говорилось, что немецкая культура это именно культура, а во Франции, например, присутствует только цивилизация. Мне не нравится, как она рассказывает, конечно, но да ладно. Во Франции и в Англии. До стиля мы не докапываемся обычно, ребят, до стиля мы не докапываемся. Клёвый стоп-кадр. Поверхностный набор практик, там каким ножом или какой вилкой, в какой руке держать, там нож и вилку, допустим, или, там, я не знаю, в какой рукой сморкаться. То есть какие-то поверхностные практики, которые совершенно не сказываются, там, на... Как тебе Хлебников и его теория времени? Хлебников норма, а его теория времени, я не знаю, шиза пошла как с универсальным языком, хрен его поймет. Хрен его поймет. Надо, надо, надо заказать, ребят, теорию времени Хлебникова. В достижениях, там, аналитических, человеческого муа. И вот, согласно консерваторам, во Франции господство цивилизация, а вот в Германии господство – это глубинное познание, там, понятие бесконечности и разных достижений, значит, культуры. Для Шпенгера это не так. Для Шпенгера каждый культурный цикл рассматривается как такая планета, которая путешествует по определенной орбите. И чего? Планета, орбита, что? У каждой цивилизации есть свой дух, судя по всему, дух. И каждая цивилизация претерпевает определенные периоды развития, которые можно описать стандартными такими словами. Рождение, там, не знаю, сохранение, рассвет большой. И в конце – упадок. Все, что идет до упадка – это культура. Все, что происходит во время упадка – это цивилизация. Вот так вот. Каждая эта планета имеет способность сначала развивать культурный свой потенциал. Про планеты у них чего не писал. Про планеты ты сейчас выдумал, Дина. Пожалуйста, ну, давай без планет, пожалуйста. С планетами лишние. Если кто-то будет повторять, что у Шпенгера какие-то планеты там, не знаю, это что-то не очень круто. Потом перерождаться в цивилизацию. То есть цивилизация – это временной такой термин, который описывает культуру в состоянии упадка. Да, 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 да. Цивилизация описывает культуру в состоянии упадка, а до этого идет культура, которая проходит через определенные этапы развития. Повторяю, опять же, по Шпенглеру. Рождение, там, сохранение, рассвет, получается, этой самой культуры потрясающий. Возникает там, у-у-у, все хорошо. А потом постепенно начинает упадок длиться. Происходит определенная механизация, отвлечение от старых смыслов. Причем старые какие-то слова, формулировки, они как бы сохраняются вроде бы из культуры прошлого, но при этом они уже не наделены тем самым духом, который у нее был. Поэтому система, она костенела, она готова к смерти, она постепенно ухудшается, 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 и в конце культура умирает. Вот. И вот когда начинается упадок, от начала упадка до смерти, вот это называется цивилизация по Шпенглеру. Чтобы было понятно. А за упадком, что следует, культура умирает, ну и по-хорошему появляется там какая-нибудь другая культура. Не из, может быть, не из этой, может быть, из этой. Шпенглер, в принципе, допускал передатчики в рамках культур. То есть одни культуры могут что-то передать другим культурам. Одни другим, одним другим. Шпенглер – это астроном? Нет, это культуролог. Периодичность – это создание мышления европейской цивилизации. То есть сначала цивилизация придумывает глубинные какие-то идеи. Допустим, в случае германской цивилизации – это, допустим, философия математики бесконечности. Идея технического познания мира, допустим, измерения планеты. Вот у нее что-то с планетами какие-то, не знаю, тонкие связи у этой женщины с планетами, на мой взгляд. Может быть, она реально астрологией интересуется. Я просто не понимаю, почему она планеты постоянно упоминает. Клант, критический разум, развитие разума. Но потом вот эти вот материалы, они все перерастают в цивилизацию. Они становятся, например, материалом для разработки технических аппаратов, которые могут уничтожить человечество. То есть, казалось бы, разум, он должен превысить человечество над другими, а на самом деле он может способствовать развитию техники, которая может уничтожить человечество. И так развивается любая культура. Любая культура может на стадии реализации прийти в стадии упадка. Но только не по причине того, что там развиваются ракеты. И Европа падает тоже не по той причине, что было изобретено ядерное оружие. Европа утратила, по сути, свой дух. Все, больше духа Европы нет. Тот базис, на котором Европа развивалась, он постепенно начал уходить, исчезать. И теперь все, что мы наблюдаем по Шпенглеру, это смерть культуры Европы. Потому что, чем дальше Европа существует, тем меньше в ней находятся тех самых культурных, духовных оснований, духовных именно оснований, которые были в нее изначально заложены. Михаил М. спрашивает, как думаешь, русская культура появится? Почему бы и нет? Может, вполне. Может быть, твой скептицизм это зарождение новой культуры? Ну, кстати, я претендую на разработку целых новых культурных пластов, которые прописываются через поэзию, прозу и философию в том числе. А теперь еще, оказывается, через стримы даже. Понимаете, я настолько создаю культурные пласты, что я это делаю даже в стримах. Это видно на примере... Ну, QR. Я сейчас пересказываю концепцию Шпенглера просто. Европейская культура. В дополнение к этому... По-моему, она очень плохо рассказывает. Ну, не то чтобы совсем неправильно, но она вперед выдвигает какие-то частные примеры, которые не очень-то и важны. Эти частные примеры являются следствием как бы основных посылок Шпенглера, но при этом, к сожалению, у нее не получается, не получается просто. Понятно и точно это рассказать, на мой взгляд. Он развивает идею такой немножко расовой теории культуры и цивилизации. Он говорит, что есть белые культуры, а есть цветные культуры, называют фабрига. И европейская культура, это белая культура, она в своей фазе деградации имеет такое свойство, что в ней развиваются так называемые белые революции. То есть это силы, которые связаны с либерализмом, социализмом, силы, которые приводят к упадку внутреннему разложению. Силы. Василы. Но есть и цветные революции. Цветные революции – это революции не европейских народов, которые еще не пришли к модели техники, технического освоения, но они тоже могут разрушить вот эту вот глубинную европейскую культуру посредством цветных революций. Что характерно, что вот эти цветные народы – это не обязательно народы, у которых там не белый цвет кожи. То есть, допустим, к цветным деятелям цветных революций по Шпенглеру относятся в том числе русские. Кстати, про цветных я уже ничего не помню. Про белых и цветных я здесь что-то вот уже подзабыл, запамятовал. Меня больше всего волнует то, как она пересказывает основную часть концепции Шпенглера. То есть, что-то не очень выразительно у него получилось. Не то чтобы ошибочно, но не очень выразительно. Не на те, по-моему, не так акценты расставляет. Например, Россия, скифы. То есть, у него такая идея, что нужно принципиально различать между европейцами и неевропейцами по принципу вот этих вот двух идей, двух принципов разложения культуры посредством цивилизации, но и таких варварских, таких антитехнологических стремлений, как вот он видел. Больше похоже, знаете, на такой стрим, что ли. То есть, выступление совершенно без заготовки, без какой-либо системы. Которую он видел, например, в большевизме. То есть, вот это была, в этом был как бы его, составил его замысел. Что интересно, если вот обратиться сейчас к восприятию Шпенгера в разных кругах. Во-первых, мы видим, что публикация вышла в 18-м и 22-м годах. PhD in history. Queen Mary University of London. Так вот, где она работает. Херовое образование, судя по всему, в Queen Mary University of London, I think. Yes. Ну, PhD по истории, даже не по философии, кстати. Понятно, понятно, почему она плохо владеет материалом. Ну, не плохо, а довольно-таки делает очень странные акценты во владении материалом. Она здесь не то, чтобы на философию опирается, а на PhD по истории, на самом деле, а не по философии. Но постепенно, посредством перевода на разные языки, она распространяется не только в среде немецкоязычных читателей, к которым относятся в основном немцы и русские, в том числе многие из которых учились в это время в Германии, переводится на английский, на французский, на испанский и многие другие языки. И тут можно выделить несколько таких блоков восприятия Шпенглера. Во-первых, его воспринимали как пророка. То есть, естественно, после Первой мировой войны его предсказание о том, что Европе придет конец, воспринималось как пророческое, причем не только в своем таком общем анализе, но именно посредством технических таких... Ребят, ну давайте, короче, Илье по голове за слово Штырнер. А Шпенглер, ну, это культурология, это дефис философия, в то время, когда культурология не особо была отделена от философии, поэтому вот такое. И как бы основные кумиры Шпенглера это Гёте и Ницше. Гёте как философ при том. Элементы, детали, что это, с одной стороны, экономический кризис, это технические достижения самоуничтожения, и вот движения, антиколониальные движения, которые развиваются изнутри самой европейской цивилизации. Всё это воспринималось как пророчество. С одной стороны, такие читатели, как, например, в Германии Томас Манн, но и... Как PHD по философии пишет эта автология, получается? Да, доктор философских наук по... Ну, получается, по философии, блин. Я не знаю, я не знаю. PHD о philosophy science пишет. Бля, philosophy science, как ужасно. Ну, в этом есть толк. Шпенглер историчен достаточно. Не понимая ничего в философии, можно вытащить закат Европы просто на фактах, которые приводит Шпенглер. Но Михаил М. она не может вытащить. Она концепцию не понимает. Или плохо пересказывает. Или очень плохо пересказывает. Например, представители критиков имперской традиции в британской историографии, скажем, поэты, как ирландец Йейтс, модернисты, а также авторы из России. Или, может быть, она просто вообще, в принципе, не подготовилась и просто, не знаю, херачит фристайлом на постнауке. В философии с культурной традицией, допустим, Фёдор Степун и такой канонист Яков Бухшпан, Николай Бердяев, все они видят в Шпенглере такого пророка, действительно заката, именно Западной Европы. Но здесь начинаются и различия. То есть, что значит то, что он правильно предсказал, скажем, закат Европы? Значит, что следующим шагом при интерпретации является вопрос, а что из этого следует? То есть, как можно предотвратить, допустим, дальнейшее разложение этой культуры? Откуда именно исходит угроза? Исходит ли она из экономических процессов, из технологических процессов? Или из какого-то такого расового представления врагов европейской цивилизации? И здесь интерпретации расходятся. И, кроме того, интерпретации становятся политизированными. И вот второй блок восприятия Шпенглера – это блок его политической интерпретации. Хочу выделить двух авторов, которые хотели использовать Шпенглера как авторитетного автора для конструкции новых политических идеологий. Это Геббельс в Германии и Луначарске в Советской России. Геббельс воспринимает анализ Шпенглера в сугубо российском ключе, но при этом пытается мобилизовать самого Шпенглера, который жив, он умер только в 1936 году, и шпенглерианцев для служения российской антисемитской теории. То есть для него цветная революция – это в том числе революция… Так, скептические числа – это все нули, ребята, это 0, 0, 0, 0, 0, 0, счет древних скептиков. …еврейского народа, скажем, против фаустовского принципа германской цивилизации. Но Шпенглера пытается отказаться от этого изложения, потому что он, оказывается, был критиком антисемитизма Ярова и отказывается участвовать в том числе в публичных мероприятиях, как, например, такой так называемый подздамский… Не, я думаю, она просто тупо не подготовилась и сейчас на рандоме выдает какие-то позиции из головы просто, ну… Не то чтобы из головы, она читала Шпенглера, вероятно, и историю знает. И все. День, когда Гитлер вместе с генералом Гинденбургом пытались создать такую новую идеологию скрепления старых и новых элит в борьбе с еврейским заговором. Шпенглера дистанцируется от этого, и его тут же лишают вообще всех, любой публичной роли и запрещают публикации его книг, начиная с… ну, по крайней мере, вводят довольно жесткую цензуру на публикацию его книг, начиная с 1933 года уже. Что же делает Луначарский? Луначарский в Советской России после публикации книги о Шпенглере в 1922 году, я уже назвала ее, это был Степун, Бердяев и другие, после этого эти философы вынуждены покинуть Россию, и имя Шпенглера упоминается только в ключе такого антикапиталистической критики Запада. То есть Луначарский пытается посредством декретов определить, как следует интерпретировать Шпенглера, и почему закат Европы подразумевает закат именно Западной Европы, основанной на принципах капитализма. Таким образом, мы имеем вот эти две такие политические интерпретации Шпенглера, и только потом, уже в 50-е годы, развивается еще одна третья такая интересная стезя, а именно Шпенглер, как очень интересным образом, оказывается вдруг авторитетом для антиколониальных движений. И тут очень важную роль играют социалисты, такие как МССР и Леопольд Сидар Сингор, для которых Шпенглер, как теоретик цветных революций и заката Европы, является не только... Но она не девочка, она одногодка моя, скорее всего. Плюс-минус два года. Скорее, плюс два года даже. ...пророком, но и таким перформативным теоретиком антиколониальных движений. По крайней мере, на момент записи этого видео. Не знаю, когда он был записан, но... Плюс два, максимум три года. Получается, что автор, который написал определенное произведение, «Закат Европы», ну и ряд других произведений, которые потом вышли, интерпретируется совершенно по-разному, в разных ключах, разными людьми, которые являются современниками. Что это значит? Что можно любую идею интерпретировать, так сказать, человеку, как хочется? Мне кажется, что для историка идей это представляет очень интересный случай, из которого можно вывести такую теорию речевого акта, при которой нужно определить, что автор не способен вообще контролировать судьбу, скажем, высказывания. То есть что у высказывания может быть своя биография, и кроме того, что каждое воспроизведение речевого акта, например, цитата или обобщение какое-то, или ссылка на этот речевой акт, является как бы новым речевым актом. И в данном случае автор может вступать тоже в диалог с другими событиями, с другими речевыми актами. Ей 36 лет, печально. Пытаться как-то корректировать, например, отказываться участвовать политически. Но выглядит она молода для 36-ти. В мероприятиях или как-то пытаться контролировать использование своих идей, но на самом деле автор не способен контролировать судьбу своего высказывания, и у него оказывается совершенно своя собственная история. И самый интересный подход к этому разработал, как ни странно, Илья Иренбург, который приехал в Берлин и в 20-е годы определил, что Шпенглер стал таким своего рода духом времени, причем в буквальном смысле. Оказывается, выпустили на рынок тогда даже духи подозревали. Мне кажется, она с философией Шпенглера очень плохо разобралась, а в остальном там уже пошло, знаете, какие-то выводы околоисторические. Связанные с Гейбельсом, Солначарским, это, на мой взгляд, интересно уже. Звание «Закат Европы». И я бы хотела сравнить автономию речевого акта с тем, как духи распространяются в помещении. То есть человек не способен контролировать распространение запаха, и тем не менее запах невероятно сильно влияет на сознание людей. И именно так повлияла и идея Шпенглера о закате Европы. Ну а, 2015 год был тогда, окей. Короче, ребят, это видео 5 лет назад вроде бы, да, записано? Или когда? То есть хер его знает. Если оно было 5 лет назад записано, ну вообще никаких проблем. Бля, 4 года назад. Это видео 5 лет назад было записано, кажется, ребят. То есть, всё окей, всё понятно. Ну, 5 лет назад и реально было почти столько же, сколько и мне, плюс-минус вроде бы. Или как там, я уже забыл, сколько я лет. Без разницы.